Закройте глаза. Медленно откройте глаза и выразите благодарность всем и всему, что находится рядом с вами. Я приветствую вас всех. Продолжение следует... Чем больше вы поднимаетесь, тем меньше внешний мир оказывает на вас влияние. Например, когда вы сидите в самолете, когда вы находитесь на земле, вы все можете видеть очень четко и детально. Но как самолет набирает высоту, и он поднимается выше и выше, вы начинаете видеть вещи все меньше и меньше. И вы даже не можете их различить. Вы можете понять, что вот это земля, это океан, это поля, но эмоционально вы ни к чему из этого не привязываетесь. Потому что вас ничто не держит. В этом мире ничто не является проблемой. Во внешнем мире проблем нет. Все проблемы, они внутри. Если вы будете держать свою руку вот так, держать ее сильно сжатой, через некоторое время ладонь начнет потеть, и, возможно, будет капать пот. И ничего не произошло. Просто из-за того, что вы держите руку таким образом, температура увеличилась. А когда вы что-то удерживаете в этом мире, это увеличивает температуру. А температура мира — это эмоции. Потому что удерживание — это мысль. Это мысль. А когда вот это удерживание, оно соединяется с эмоциями, вы застреваете. Если вы мудрый человек, вы можете использовать эти мысли и эти эмоции как мотивацию. Но все равно это будет привязано. А как нам поднять себя? Адишанкарачаре has given a beautiful saying about this. У Адишанкарачаре есть очень красивое высказывание по этому поводу. Он сказал, что этот мир похож на сон. И если вы поймете хотя бы это высказывание, вы не сможете уже ни к чему привязаться. А в этом мире вас ничто не держит. Ничего. Практически ничего. Это вы хотите, чтобы мир вас держал. Это вы и ваши желания хотите, чтобы вас удерживали здесь. Тот день, когда вы захотите уйти, вас никто не может остановить. Тот день, когда вы решите освободиться, вас никто не сможет остановить. А да, социальный мир будет говорить, что это вот так и вот так, но это на самом деле не важно. До тех пор, пока вы находитесь в этом мире, вы должны быть ответственны. И если вы находитесь вне мира, но мир находится внутри вас, тогда все равно вам нужно соблюдать ответственность, и у вас будут побочные эффекты. Но если изнутри этот мир исчезнет, то тогда уже не будет разницы, находитесь вы в Гималаях, или вы находитесь где-то здесь. И все практики, они направлены на то, чтобы сделать вас полными. Потому что очень легко говорить, что этот мир есть драма. Но когда в этой драме у меня болит колено, вся драма становится реальностью. Или если в этой драме у меня голова болит, тогда вся эта драма становится реальной. Это уже и перестает быть сном. Или если кто-то мне говорит что-то, что мне не нравится, тогда вся эта драма возникает. И эта драма становится реальностью. Если драма находится в вашей зоне принятия, тогда это проблема. У меня есть друг, он жил здесь в Гоа, до последних нескольких месяцев. А всю свою жизнь он посвятил так называемой духовности. А постоянно он говорил о философии, о практиках, о духовности, организовывал фестивали, мужские, женские, программы. И до того, как уехать отсюда, мы встретились. И он сказал, что Митраджи, а я не могу спать по ночам. Я спросила, что случилось? Он сказал, что моя кожа она меня раздражает, у меня чешется вся кожа. Как будто мне в тело втыкают тысячи иголок одновременно. Это случилось из-за какого-то заболевания. А ну что я хочу этим сказать? А есть ли такие духовные люди? Люди, которые не могут перенести, когда возникает боль? А которые паникуют, когда с ними происходит проблема? Тогда вы делаете то же самое, что вы делаете у с... Потому что вы из духовности делаете драму. Когда действительно с вами случится проблема, вы впадете в прострацию. А вам нужно подготавливать себя. А большинство людей, которые живут в духовном мире, и в этом заключается основная черта ментальности в нашей стране сейчас. Что они не заботятся о своем теле. Они едят все, что хотят. Они делают все, что хотят. Они ходят везде, где хотят. И они не уважают свое тело. Потому что если вы уважаете свое тело, вы услышите, как оно говорит вам, например, «Митра, вот это нам не надо есть». Это не из-за философии или социологии, или чего-то еще, что вы прочитали. Я путешествовала по Южной Индии. И я был голоден. И на юге есть два моих любимых блюда. Это масала доса и идли самбар. И я была с иностранным другом. И мы заказали масала досу. Но когда это масала досу принесли на стол, до этого момента я был очень голодный. И я ехал за рулем около 70 километров, и я очень хотел есть. И внезапно, когда эта масала доса появилась передо мной, и я ее увидел, мой живот мне сказал, «Нет, не ешь это». Я не понял. Я закрыл глаза, посидел и постарался почувствовать энергию этой масала досы. Энергия была абсолютно не моя, она была такая проникающая. Я заказал сок. Но женщина, которая была рядом со мной, она съела эту масала досу. У нас были они одинаковые, и она свою съела. Я ей сказал, «Ты лучше не ешь, мне кажется, что с ней что-то не то, мы лучше где-то в другом месте поедим». Но она поела, и она отравилась. Если ваше тело осознанно, вы знаете, что вы едите. Вы знаете, что эта еда сделает с вами изнутри. И даже если в еде будет яд, то тогда ваше тело подскажет вам, что этой еды нужно избегать. И иногда даже пробужденные люди делают ошибку, потому что они с любовью относятся к тем людям, которые подают им что-то отравленное. И перед эмоциями чувства, они становятся слабее. Например, я не хочу есть все, что мне дают. Но иногда у меня нет выбора. Потому что я хочу порадовать этих людей. Они потратили время. Они пригласили меня к себе домой, чтобы я покушал. Либо они принесли еду мне. Но я вижу, что эта энергия не для меня. Но иногда, когда вы становитесь учителем, у вас просто нет выбора, и вы должны радовать людей. Но тогда я просто какое-то время после этого не ем, чтобы энергетически очиститься. Поэтому, если вы не занимаетесь своим телом, тогда вы будете в жалком состоянии. Я путешествовала в одном месте со своими индийскими учениками. И мы остановились в одной деревне в Раджастане. И в Раджастане, если вы останавливаетесь с каким-либо неподалеку от какого-либо дома, люди приглашают вас и хотят напоить вас или накормить. И мы остановились под большим деревом, остановили свои мотоциклы там. И минут через пятнадцать, одна пожилая женщина, как бабушка, она принесла нам чай. Мы не просили, она не спрашивала, хотим мы чай или нет. Она просто принесла. И она стала нам раздавать чай, и стаканов было столько, сколько было нас человек. И я не пью чай, например. И мои ученики знают, что я чай не пью. И один стал говорить, что учитель чай не пьет, но я его остановил. Я взял чай, и я выпил. И когда мы поехали дальше, этот человек спросил меня, почему ты выпил чай, ты же не пьешь его. И я сказал, что те эмоции, которые стоят за этим чаем, они были настолько хороши, что они уберут весь негативный эффект, который может оказать этот чай. А если в этот момент я бы сказал нет этой женщине, она бы не получила радость от того, что она дала чай вам всем, но она бы почувствовала себя плохо из-за того, что я отказался. И иногда, когда вы попадаете в какие-то духовные особенные места, вам иногда приходится говорить да, даже если вы этого не хотите. И поэтому, если вы посмотрите на историю, большинство учителей, которые были отравлены, они были отравлены теми, кто их любил и был к ним близок. Те, кто был с ними очень близок. А теми, кому они придавали большое значение. В любом случае, нам всем когда-то придется покинуть это тело. Так что, что теперь делать? Но что я пытаюсь сказать? Если вы занимаетесь своим телом, тогда ваш путь в духовность, он будет лучше. Поэтому все, кому за 50, они должны делать физические йогические упражнения. А все, кому больше 50, им нужно делать какие-либо физические йогические упражнения. Но те, кому нет еще 50, они не должны даже притрагиваться к йоге. А в противном случае, ваша жизнь у меня выйдет из баланса. Одно гарантировано точно, что если в возрасте до 50 вы занимаетесь йогой, вы постоянно будете в замешательстве. А когда вам исполнится 50, вы уже будете в депрессии. И тогда вам нужен будет очень большой пинок, иначе ничего не получится. А потому что вы начали слишком рано. И это время было дано вам для того, для другого опыта, для других вещей. Если, например, вы начали заниматься в возрасте 7 лет, и занимались до 50, и не занимались ничем другим, тогда хорошо. И если вы соблюдали целебат и не жили в материальном мире, тогда ладно. Но если вы живете в материальном мире, то я могу вам гарантировать одно, что когда вам исполнится 50 или 60, у вас останется очень много нереализованных желаний. И это превратит вашу жизнь в ад. Потому что вы уже окажетесь в состоянии, когда физически вы не сможете этого сделать. Но в уме вы будете хотеть этого. И поэтому те люди, которые не практикуют йога-асаны, соблюдая яму и нияму, их жизнь, когда им исполняется 50 или 60, она становится очень грустной. До 50, если вы хотите практиковать, тогда вы должны соблюдать яму и нияму неукоснительно. Но одно я вам скажу точно. Вы будете одни и одиноки. Или если у вас будет муж, то он будет скорее как ребенок или как женщина. Он не будет настоящим мужчиной. Потому что йог-асаны они созданы таким образом, что каждая из них увеличивает мужскую энергию. И не только это. Когда повышается мужская энергия в женском теле, происходит одна вещь. Вы хотите быть одна. Вы никого не хотите, и вам никто не нужен. А если это взращивается здоровым образом, тогда хорошо. Вы чувствуете себя полным и цельным, наедине с собой. Вам никто из внешнего мира не нужен, и вы в этом гармоничны. Но если это происходит нездоровым образом, тогда вы будете больны. Люди преподают йогу, люди занимаются йогой. Но они даже не понимают, что такое йога. Очень многие учителя сегодня они даже не знают, в какой асане, какие каналы или нади работают. А как без этого понимания асана будет полной? Если вы думаете, что наклон вперед, это и есть йога, тогда гимнаст, он наклонится лучше, чем вы. А в чем тогда разница между гимнастикой и йогой, если вы не знаете, в какой асане что работает? И если вы не знаете, как направить энергию или прану в каналы нади? Как поднять свою осознанность из этого состояния асаны? А если вы не знаете, в чем заключается сатвичный, раджасичный или тамасичный эффект от этой асаны? Одну асану можно изучать целый год, и каждый день можно говорить что-то новое об этой асане, и все равно даже целого года не хватит. Немного дня, если у нас когда-нибудь соберется группа более 50 человек, а я захочу об этом поговорить. И тогда люди смогут понять, в чем разница между йогой и гимнастикой. А, но я не пообещал себе, что я не буду разговаривать об этом с теми, кто младше 50-ти. Потому что вам это не нужно. Вам нужны клубы, дискотеки, танцы, бачата. Вам нужны рестораны, вечеринки, танцы. Вам не нужна йога. А если вы действительно проживете все в этом мире, то только тогда вы сможете действительно практиковать йогу. И если вы идете в йогу из-за того, что вы устали, или если что-то плохое, или тяжелое эмоциональное с вами случилось, тогда вы не сможете понять, что оно с собой представляет. Поэтому очень-очень важно поднимать вашу осознанность, используя маленькие вещи, которые вы делаете каждый день. Сядьте сегодня наедине с собой. Существуют панч-макарас, как панч-доша. Или пять дош. Представьте, какое у вас есть желание, связанное с вашей раздражительностью или злобой. Желание или фантазия. Запишите. Какие желания или фантазии связаны со сном? Then you have food. А потом у вас еда. What desire and fantasy you have with the food? Какие желания и фантазии связаны с едой? And then you have sex. Потом секс. What desire and fantasies you have about the sex? А какие желания и фантазии у вас связаны со страхом? Вы будете в шоке что мы все хотим бояться. Неосознанно. Мы все хотим бояться. Это правда. В какой-то день мы тоже поговорим об этом и я объясню, почему мы все хотим бояться. Потому что в момент страха вы полностью живы. И вот это чувство, когда вы полностью живы, неосознанно приносит вот это ощущение страха к вам снова и снова. А поэтому некоторые люди принимают на себя роль жертвы, чтобы они могли испытывать этот страх снова и снова. So, check with all these fantasies and desires. And see how easily you can complete them before you get 50. Because after 50 a big change happens in your body. It's such a big change that if in this time you start to meditate and start to chant and start to be spiritual И это настолько большие изменения, что если в этот момент вы начнете читать мантры и встанете на духовный путь и медитировать, то это становится очень легко. In the young time it's a little different. А когда вы молоды, это сложно. It's more or less like this, you know, the 50 is here and you are having the both steps of the mountain. А это похоже на крутую гору и когда вам 50 вы находитесь наверху, а когда вы моложе вы находитесь на склоне. So, when you are 50, after that, automatically, if you will work little on yourself, it's more easy to get. И когда вам исполняется 50, то над чем бы вы не начали работать, это будет проще достигнуть. Like I say to somebody who is 70. А я говорю кому-то, кому 17. Practice. You have to chant mantras for minimum 3 hours or 4 hours and practice for 10 hours. So, you have to devote like 16 hours of your life to the spirituality. 17 or 17? 17. И вы должны медитировать много часов в день и посвятить все свое время медитации, практике. А если я скажу то же самое человеку, которому 71? Например, мальчику, которому 17, у него очень много желаний, связанных с этим миром. ему нужно очень много сделать. It will be always for him very difficult because he will be pulled in two directions in the same time. He goes to his friends and they all want to go to this club or club or a party or somewhere. but he has to meditate so he will fight with himself for meditation against the heart of going to a club. И он будет бороться с собой в том плане, что ему нужно сесть медитировать и одновременно ему хочется пойти тусоваться. But if a person is 71? Но если человеку 71, he has already gone to clubs enough and he already understood if he is a conscious and he already understood if he is a conscious and he understood that there is nothing I have been a lot of time in my life that he can more relaxly sit and chant and meditate. there is less fight. And one more motivation is there that he is already 71. He does not know how much more is left. So he has very less time to realize who he is. And he has very much and how he can be in that condition where he has to be. And how he can be in that condition where he has to be. so it is more easy for him to go deep. And so it is more easy for him to go deep. But the strange thing is in today's world that the people who are above 50 they are running towards the cities. They are running towards the cities. And those people who are less than 50 they are running out of the cities. They are running out of the cities. You see? I travel a lot so I always go and meet. So these people who are living in village they want to go to the big cities and live there. Like when I travel in Russia everybody, every person I met who is above 50 they have a dream to go and live in the Moscow. And I meet the young people in Moscow. They have a dream to go outside in the cities and somewhere live in the forest or somewhere. That's why the most of the Russian youth you will find in Crimea or somewhere in the south or in Utreche or somewhere where they are traveling in the forest living in the forest. And so in Russia you will find a lot of young people who are living in the forest. and most of the old people they are in the cities. And most of the old people they are in the cities. Except the summers and they can go to the dachas. Except the summers and they can go to the dachas. It will be in a very mess after some time. because those young people who are escaping from the world because those young people who are escaping from the world and run to the clubs. And after 50-60 you can't go to the clubs. Now there is no signs you cannot make too much dance otherwise your hips can shake. So it will be a problem for them. So it will be a problem for them. So it will be a problem for them. being in a depression is a fashion. They start to talk like buddhas when you are in depression. Люди начинают говорить как Будда когда они пребывают в депрессии. I am full and empty in the same time. Я полон и пуст одновременно. I am happy and sad in the same time. Я счастлив и расстроен одновременно. I want and don't want in the same time. Я хочу и не хочу одновременно. They seem talking like buddha. Они говорят те же слова которые говорил будда But buddha is not in depression. Sorry. Но Будда не был в депрессии извините. А вы в депрессии. Потому что ваш ум просто где-то застрял. Будда's brain did not stick anywhere. Окей. Поэтому нужно работать. Окей. Кажется для Будды. Одна большая вопроса, остается от дефорта. Длительное время? Длительное время. Длительное время? Да. Окей. About the timing, how to manage your house-holding things in terms of day, days, time and some schedule, like your daily home routine. C. Был вопрос по поводу того, как организовывать домашние дела в соответствии с временем дня и днями недели. How you can arrange your day? А как вы можете организовать свой день? If I have to arrange your day, it's already a problem. А если я буду организовывать ваш день, это уже будет проблема. You are not even that conscious that you can arrange your day. А вы даже не настолько осознанны, чтобы свой день организовать. А знаете, когда вы идете в школу, вам дают расписание. Что в такой день будет, в это время такой урок, потом такой урок. Если вы хотите, чтобы я дал вам расписание, то вы будете опять как в школе. Но я скажу тем, кто не может создать для себя сам. И те, кто может для себя сделать сам, я для них не говорю. Сидите с собой. Выберите приоритеты в своей жизни. Напишите им. Один за другим напишите свои приоритеты. А когда вы написали приоритеты в своей жизни, выберите самый первый. И потом те, что идут за ним. И по убыванию. И потом, когда вы их напишите в таком порядке, посвятите 24 часа. И я бы сказала, не пишите приоритеты на 5 лет вперед или на 5 жизней. Возьмите, например, период 6 месяцев. Это будет более практично. А возьмите период 6 месяцев. Напишите приоритеты. И выстроите свой день в соответствии с этим. Это мудрый вариант, как организовать свой день. Но есть еще один вариант. Потому что мы люди, настолько ленивые существа. Но физически мы работаем больше, чем все остальные. Видите, животные, кроме того, что они едят и занимаются сексом, больше особо ничего не делают. Они ничего не делают. Но видите, Люди построили столько домов. Они построили каменные джунгли, самолеты, железные дороги. Мы физически вообще не ленивые. Но ментально мы очень ленивые. И из-за вот этой ленивые. Некоторым людям нужно расписание, которому они могли бы следовать. И они хотят, чтобы кто-то другой был за это ответственным. Потому что все, что я делаю, я могу всегда свалить это на другого. И потому что он так сказал, поэтому я так и делаю. Хорошо, я беру на себя ответственность за вас. Можете свалить на меня всю ответственность. Не вижу с этим проблем. Хорошо? Даю вам расписание. Живите, как живет животное. Когда они спят, спите. Когда они просыпаются, просыпайтесь. Если вы сможете делать это, это будет самый здоровый образ жизни. А знаете, когда животные просыпаются? Sunrise? Before sunrise. Come on, you don't know even when animal wake up? Вы даже не знаете, когда животные просыпаются? How many years old you are? Вам сколько лет-то? Oh, sorry not to ask the women age. А ладно, у женщин нельзя такое спрашивать. Беру свои слова назад. Вы не знаете, когда просыпаются животные? Сейчас я на самом деле в шоке. Really in shock, you know? Around 3.30 in the morning. Они просыпаются около 3.30 утра. Birds start to already sing. Начинают петь птицы в это время. By sunrise, you see them moving already. А когда восходит солнце, вы уже видите, что они заняты делами. Они просыпаются примерно в 3.30. Иногда даже раньше. Зависит от того, где вы живете. А иногда попозже. Но они всегда просыпаются часа за полтора до рассвета. Если вы заметите, как ведет себя природа вокруг вас, вы это увидите. Это значит, что вы в лесу-то особо не жили. So, wake up, when animal wake up. And when they fall asleep? Когда просыпаются животные, а когда они засыпают? At least this idea you should have. У вас должно быть примерное представление, да? When they sleep. Когда они ложатся спать? Whenever they want. Когда они хотят. They don't sleep in the day. Они днем не спят обычно. Very rarely. Очень редко. Except this animals, big animals, mammals and other things. Кроме больших млекопитающих. Mostly animals don't sleep in the day, who are not having any working night. Обычно не спят днем те животные, только те, которые бодрствуют ночью. They rest. Они отдыхают. И отдых это очень важно. So, what the time they sleep? Around 90 minutes after sunset, they fall asleep. Примерно за полтора часа после заката. Like, almost in this time, you will start to see that the sounds of bird is gone. Вы заметите, что птицы замолкают. So, the sleeping time is one and a half hour after the sunset. Поэтому вы ложитесь спать через полтора часа после заката. And waking time is one and a half hour before sunrise. И вы просыпаетесь за полтора часа до рассвета. This is a healthy one. But if you do not like healthy one, I can tell you a little normal, a little less healthy, but still healthy. И если вам такой вариант не подходит, я вам дам вариант попроще. Then sleep, wake up before sunrise. А просыпаетесь до рассвета. And sleep. И ложитесь спать. Three to four hours after sunset, within this time. В пределах трех-четырех часов после заката. Like, before eleven, you have to be in sleep. До одиннадцати вы должны спать. И если вы будете ложиться спать до одиннадцати, то ваш мозг никогда не состарится. The biggest destruction happens in the conscious brain when we are awake between eleven and one o'clock in the night. Самое большое беспокойство наш мозг испытывает, если мы бодрствуем в период с одиннадцати до часу ночи. If you will find those people who go into the depression, И если вы посмотрите на людей, у которых депрессия, They are mostly awake in this time between eleven o'clock to one o'clock. В это время они, как правило, не спят. Они бодрствуются вот в период с одиннадцати до часу. If you are awake between eleven to one, your brain goes old with a double speed. И если вы бодрствуете в это время, то ваш мозг стареет в два раза быстрее. Huge amount of neurons dies in your brain. И огромное количество нейронов, они просто умирают. But if you are in this period in sleep, Но если в этот период вы спите, То тогда все прекрасно. Your brain will be good. И ваш мозг будет в хорошем состоянии. И когда я занимался практикой, я видел некоторых йогов, А которые спали всего по два часа. Они ложились спать до одиннадцати и просыпались в час. Почему вот это время? Потому что в этот период времени в атмосфере происходят очень большие изменения. Если вы замечали, например, даже температуру, В период с одиннадцати до часу даже температура сильно меняется. И энергии меняются. И поэтому людям нравится проводить время в клубах. Потому что вот это изменение, оно позволяет им почувствовать себя более живыми. И вот это изменение, оно увеличивает определенные эмоции внутри вас. А если вы принимаете, например, какие-то наркотики, То тогда эффект также увеличивается. И поэтому люди, как правило, употребляют наркотики в клубах и ночью. Потому что эффект больше. И если вы хотите действительно быть здоровым, Избегайте того, чтобы водорствовать в период с одиннадцати до часу. А если вы женщина, то вам можно больше расслабиться. И вы можете просыпаться до рассвета, на рассвете, полчаса или час после рассвета. В одиннадцать вы легли. В семь вы должны уже точно встать, чтобы было восемь часов сна. Если вы будете спать меньше, И вы не работаете со своим дыханием, у вас недостаточное дыхание, То тогда постоянно вы будете испытывать давление. Если у вас женское тело, и вы спите меньше, чем восемь часов, И если ваше дыхание недостаточно глубоко, То тогда вы будете в стрессе. И если вы мужчина, Тогда семь часов сна более чем достаточно. Если вы не выполняете никаких упражнений. И если вы измените что-то в своей еде, И в паттернах своего дыхания, То, конечно, характер вашего сна, он изменится. Поэтому очень важно уделять внимание и еде, и дыханию. А если, например, вы едите один раз в день, Для женщин спать шесть часов тоже будет нормально. И для мужчин пять-шесть часов будет нормально. Если вы едите один раз в день, Если вы едите больше, чем один раз, Тогда увеличится время. Если вы едите только сырую еду, То тогда количество сна может уменьшиться до четырех часов. И также зависит, если вы даже едите сырую еду, Но если вы едите много, То тогда вам, может быть, нужно больше спать. Если вы пьете только молоко, Тогда вы можете спать даже три часа. И три часа для вас будет достаточно. И вы можете организовать свой сон в соответствии с вашими потребностями. Это то, что касается сна. Следующее. Хотя бы раз в день, Три раза, Вам нужно делать по три глубоких дыхания и задержки дыхания. А вы делаете вдох И делаете задержку Настолько долго, насколько вы можете. И потом вы выдыхаете. Вы отпускаете дыхание полностью. Делаете маленький перерыв. И потом вы можете снова делать вдох. Да, именно так. Вы повторяете это три раза. Каждый раз по три дыхания. И не нужно делать очень много. И если вы будете делать анулому-вилому-пранаяму 15 минут в день, И вы будете делать девять дыханий, Так как я вам сейчас объясняю, И вы поймете, что В двух этих практиках происходит Одинаковый детокс, И они оказывают одинаковый эффект на ваше тело. Просто не делайте этого, когда вы только поели. И вам нужно опускать ваше дыхание до вашего пупка. И ваше тело, оно будет наполнено воздухом, Наполнен воздухом будет живот и грудная клетка. Это для тех людей, которые чувствуют упадок иммунной системы Или чувствуют низкий уровень энергии, Они таким образом смогут почувствовать больше энергии. А помимо этого, Очень важно то, что вы носите. Если вы носите хорошую одежду, Одежду из естественных материалов, Которая сделана из естественных тканей, Например, конопляная ткань очень хороша для тех, кто практикует. А в Матхуре жил один баба, Который просил своих учеников носить только конопляную одежду. Потому что, когда вы носите конопляную ткань, Вы соединяетесь с природой, И ваша кожа становится намного более здоровой, Чем если, когда вы носите любую другую одежду. А хлопок также хорош. Но одна проблема с хлопком, Что это занимает очень много времени, Чтобы вырастить и собрать хлопок. И я бы сказал, что если весь мир перейдет на конопляную ткань, Это было бы хорошо. Хлопок и другие естественные натуральные ткани. И тогда ваша кожа будет постоянно дышать. А помимо этого, Вы также должны сделать себе расписание, Когда вы едите. А то время, когда вы просыпаетесь, В любое время, Через три часа вы уже будете очень голодным. И если вы подумаете, Что если вы просыпаетесь до восхода, То через полтора-два часа после рассвета Вы уже будете очень хотеть есть. И ешьте в это время. А до заката Также ешьте. Потому что нужно избегать приемов еды ночью. Есть выражение на санскрите, Оно очень красивое. Которое звучит вот так. И оно означает привидение или дух. Но там также есть другое значение. Ниша означает ночь. А чар означает тот человек, который ест. Те люди, которые ездят ночью, Они становятся подобным духом. Будьте осторожны с этим. Вы можете иногда что-то есть, Например, молоко или суп. Они для ночного времени очень хорошо подходят. Молоко не надо пить днем. А днем вы можете есть йогурт или еще что-то. И он смотрит на просад. Прошад будет после сатсанга. Котик охотится за просадом, но просад будет после сатсанга. Котик охотится за просадом. И сейчас я вам рассказал почти все. И вы можете организовать свой день. И что касается времени, расписания. Пусть оно будет сделано в соответствии с вашими приоритетами, Чтобы я не говорил вам это. Хорошо? Еще кое-что я хочу здесь сказать. Только человек такое животное, Которое спит на своем позвоночнике. Которое отдыхает на спине. Когда вы отдыхаете, лежа на спине, Все находится в состоянии напряжения. Потому что когда вы лежите на спине, все вот так. Вы сделали это уже столько раз, что вы не чувствуете этого напряжения. Но как спят животные? Как спят животные? Вы видели, как животные спят? Они спят или на животе, или на боку. Они никогда не спят на спине. А кроме тех животных, которых испортили люди. Кроме тех животных. А потому что животные очень хорошо копируют. Как дети. Знаете, когда дети видят, что вы что-то делаете, Они вас копируют. И когда животные смотрят на вас целый день, Они начинают вас тоже копировать. И я не говорю об этих животных, Я говорю о настоящих, нормальных, диких животных. И еще одна вещь заключается в том, Что если вы будете спать на животе, Особенно для людей, у которых проблемы с сердцем, Если каждый день по чуть-чуть вы будете лежать на животе, Либо если у вас какие-то есть блоки, И если вы начнете спать на животе, Тогда эти блоки будут автоматически исчезать. Если кто-то спит на животе, У него никогда не будет сердечного приступа. А потому что сердце будет достаточно сильным. А потому что вы каждый день таким образом делаете упражнения для сердца. Попробуйте, если вы можете. Если нет, то не волнуйтесь об этом. В противном случае спите просто на боку. Когда вы просыпаетесь, Не вставайте вот так. Некоторые люди, если они спят на спине, А когда они просыпаются, Они просто садятся в кровати. Не делайте так. Потому что это дает дополнительную ненужную нагружку на ваш позвоночник без разогрева. А вы спали, позвоночник остыл, спина холодная. И если вы внезапно сядете, То позвоночник испытает стресс, И это будет дополнительным напряжением в теле. Либо иногда могут даже быть повреждены нервы. Поэтому всегда, когда вам нужно проснуться, Повернитесь на левый бок, Обопритесь рукой, И потом просыпайтесь. Если у кого-то проблемы со спиной, А вам нужно ложиться на пол, А когда все прижато к полу, От затылка до пяток, И делайте глубокий вдох, И отрывайте позвоночник от пола, Оставляя затылок, таз и пятки на полу. И когда вы будете поднимать позвоночник вместе со вдохом, Естественным образом позвоночник будет оздоравливаться. Хорошо? Я думаю, этого достаточно. А если вам и это не поможет, Напишите, я пришлю вам целое расписание. И каждый день необходимо читать мантру хотя бы 21 минуту. Это обязательно должно быть частью вашей рутины. Если вы делаете какие-то духовные практики, Но вы не читаете мантру, То тогда вы можете оказаться в опасной ситуации в какой-то момент. Потому что вдруг эта практика сработает. Кто знает, может быть, это может сработать. Так что если она сработает, Вы уже вышли из тела. Как вам обратно вернуться? Вы знаете только как выйти. И вы этого тоже не знали. Это могло просто случиться. Как вы вернетесь в свое тело? Вы не вернетесь. Они заберут ваше тело, сожгут и все. И это происходило очень часто и происходит. И именно по этой причине учителя нашли мантры. И очень важна гуру мантра для любого человека, который практикует. Потому что она создает внутренний ритм внутри вас. И даже если случайно вы вышли из тела, И вы читаете мантру, тогда вы можете вернуться в тело. И вы должны посвящать этой мантре хотя бы 21 минуту в день. И я не говорю о каких-то специальных ритуалах. Но если вы читаете какие-то дополнительные мантры, Например, для каких-то ритуалов или для исполнения каких-то желаний. Я вот не про них говорю сейчас. И должна быть какая-то мантра, которую вы читаете каждый день, И вы ее переносите в свою ручную жизнь. Вы готовите, вы читаете, вы готовите, танцуете. В любое время, без чотов. Но иногда вам нужно сидеть и читать так же. В противном случае все, вот про ваш день. И вторая часть этого вопроса была про то, Когда выполнять какие-то работы по дому, Когда убирать, когда стирать, В какое время и в какие дни это лучше делать. В какой день делать что? Вторник, четверг, суббота. Это очень чувствительные дни. Естественным образом в атмосфере в эти дни другие энергии. Например, во вторник, Если вы достаточно осознаны, Вы почувствуете, что в эти дни мужская энергия более сильная в вашем теле. Вы больше в настроении что-то делать. Или в желании что-то контролировать. По четвергам Энергия ума очень высока. Поэтому в это время И эти дни хорошо посвящать изучению чего-то, Принять у какого-то знания. И например, если вы прочитаете что-то в этот день, То вы запомните это лучше, чем если вы прочитаете это в какой-либо другой. А суббота это день очищения. А все что вы сделали за неделю, Вы отпускаете это все в этот день. Поэтому в субботу у нас выходной. Дальше. Дальше. Хочет огонь попробовать. Как вкусно тебе было, хотим. Поэтому по субботам люди ходят танцевать, веселиться. Потому что они хотят снять весь стресс, который они испытали за неделю. Эти три дня Они не для домашней работы. Вы можете готовить, сделать какие-то небольшие вещи. То, что необходимо делать, вы делаете. Но используйте эти дни для каких-то других действий. Например, в субботу пойдите повеселитесь. А среда очень хороший день для уборки. И воскресенье очень хороший день для уборки. Эти два дня вы можете использовать для того, чтобы убраться. А понедельник очень хороший день для поста. И потому что, когда вы поститесь, вы также делаете меньше. Почему в понедельник хорошо поститься? Почему не в какой-то другой день? Ни во вторник, ни в четверг, ни в субботу? Потому что понедельник это день луны. Откуда происходит название Мандей, понедельник? Если вы посмотрите на понедельники в календаре индуистском. Они называются Сом Вар. А Сом означает Луна. Это день луны, поэтому на английском он звучит как Мандей. Луна отвечает за что? Она отвечает напрямую за ваши эмоции. Она напрямую отвечает за состояние вашего ума. И в эти дни, если вы будете поститься, естественным образом происходит очищение ума. И очищение ума приносит больше гармонии в вашу жизнь. Оно делает ваш ум более ясным и чистым. Оно удаляет сомнения из вашей жизни, из вмесательства. И поэтому я всегда говорю, что поститься по понедельникам очень хорошо. И это также увеличивает женскую энергию. Поэтому мужчинам, может быть, можно избегать в понедельниках. А мужчины могут использовать вторник как день для поста. Потому что вторник, это день Марса, день мужской энергии. Потому что на санскрите он называется Мангалвар. А Мангал это Марс. А Мангал означает Марс, а Марс напрямую отвечает за мужскую энергию. Он также отвечает за вашу кровь и за давление кровяное. И за ваш гнев. А те люди, у которых низкий уровень мужской энергии. Либо которые очень много злятся. Либо у кого проблемы с кровью. Они могут поститься по вторникам. И вторник это очень хороший день для того, чтобы соблюдать пост. И на одном из видео я уже рассказывала про то, как лучше стричь ногти и волосы. Если хотите подробно, то про это мы уже рассказывали. Есть на ютюбе ролик, я коротко скажу про это. А самый лучший день, чтобы стричь волосы и ногти это пятница. А если вы будете стричься по пятницам, то у вас увеличится продолжительность жизни. И когда увеличивается продолжительность жизни, это автоматически значит, что увеличивается здоровье вашего тела, иначе вы не сможете долго жить. И это также приносит много денег. И еще один день, который подходит для этого, это среда. Поскольку этот день подходит для уборки, то это вы тоже можете делать по средам. А Меркурий это единственная планета, которая старается дружить со всеми. Конечно, есть определенные эффекты. Потому что если позиция в вашей астральной карте не очень хороша. А например, если Марс находится с Меркурием. А либо если Кету находится вместе с Марсом. Они оказывают негативное влияние на Меркурий. А если у кого-то в гороскопе Кету стоит вместе с Марсом, это ухудшает положение Меркурия. А если Марс находится вместе с Меркурием, это также ухудшает Меркурий. А Меркурий это планета, которая отвечает за что? Она отвечает за ваш ум, за ваш мозг. За ваш разум, образованность. За ваш интеллект. Я не говорю мудрость, ага. За вашу образованность он отвечает. А если ваша образованность, она где-то застряла. Тогда вы будете просто очень сложным человеком. И когда я вижу в чем-то гороскопе, что Кету стоит вместе с Марсом. Я всегда говорю да. 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 Вы правы абсолютно. Да. Да. Вы правы. Да, Вы правы. Да, Вы правы. Да, Вы правы. Я никогда этим людям не говорю, что они не правы. Потому что если вы скажете этому человеку, что он не прав, то он в этот же момент взорвется как вулкан. И эти люди, которые испытывают самое большое замечательство в своей жизни. И они находятся в таком состоянии. Не помните, я Вам рассказывал историю про одного человека. Помните человек, который сказал, что у него есть девяносто восемь качеств и у него не хватает только двух. Первое качество, которого недостает, это то, что он ничего не знает. А второе, это то, что он никого не слушает. И вот такой человек вполне может быть человеком, у которого Кету стоит вместе с Марсом. Они ничего не знают и они не будут никого слушать. И если Вы будете с ними соглашаться, то только тогда Вы сможете с ними дружить. В противном случае не получится с ними дружить. И до того, как выходить за кого-то замуж или вступать в отношения, сначала посмотрите на гороскоп человека. Если у него там Кету стоит вместе с Марсом, собирайте вещи и бегите. В противном случае тогда Ваша жизнь не будет сладкой. Это что касается Меркурия. Четверг. А и все, вот неделя закончилась. Стирать, стричь ногти. Вытирать пыль. Этого не нужно делать во вторник, четверг или субботу. Ну, можете в эти дни сухую уборку делать. Хорошо? Хорошо? И вот следующий вопрос. Следующий вопрос был о мантре. Как Вы сегодня говорили. Мы также говорили на этом вопросе. Like, when you are in coma or out of the body, how does it work that mantra brings you back to the body? Yeah. Был вопрос по поводу мантры, что она является цепочкой или связью с телом. И, например, если ты находишься в коме или если ты выходишь из тела, как мантра тебя возвращает обратно. Смотрите. У вас есть слово, которое не принадлежит Вам, но больше, чем это слово, вы не думаете, что что-то есть ваше. Это Ваше имя. Когда Вы родились, Вы не родились с этим именем. Но сегодня, даже если Вы спите, и кто-то скажет, назовет Вас по имени, Ваше внимание, оно мгновенно окажется там. Почему так происходит? Потому что Вы слышали это имя или это слово. Что значит Оксана? Что это значит? Путешественница. Травелер. Это означает путешественница. Когда Вы слышите Оксана, Вы думаете о путешествии или о себе? И когда Вы слышите слово Оксана, Вы думаете о путешествии или о себе все-таки? Ага. Ага. Между тобой и произнесением этого слова вслух. Оно не имеет значения Твоего имени. Но то, как оно звучит, имеет глубокую связь с Твоим подсознанием. Если весь мир исчезнет, или если ты будешь находиться в состоянии комы, все равно вот это слово, оно будет связующим звеном между тобой и миром. Но вот это слово, оно не создано в процессе исследования. И никто не проверял чистоту этого слова, на какой чистоте оно звучит и какой эффект оно оказывает на Твое сознание, бессознательное и подсознательное. И если ты можешь найти какое-то слово, которое соединяет тебя и работает на всех уровнях Твоего сознания одновременно, то тогда оно соединится с тобой очень глубоко. И даже после того, как ты оставишь тело, оно останется с тобой. Это как будто создана тонкая нить, и когда на ней держится воздушный змей, а ты управляешь им снизу. И змей взмыл высоко в небо, но вот эта ниточка, она в ваших руках. И с помощью этой нитки вы управляете змеем, который высоко в небе. И когда учитель или гуру дает мантру, эффект этой мантры исследовался. И когда вы начинаете использовать эту мантру, вы понимаете, что вся ваша осознанность начинает выстраиваться в одну линию. И эта мантра проникает глубже и глубже и прорастает в вас. Помните историю про Свами Раму? Что даже во сне мантра звучала в нем. А его клетки, его тело, они читали эту мантру. И когда мантра достигает вот такого состояния, либо даже до этого, и вы внезапно покидаете тело или вы впадаете в кому, что-то. Кома – это что? Кома – это что? Что это? Ваше сознание там. Ваше бессознательное там. И ваше подсознание тоже там. Почему кома тогда? В мозге ничего не умирает. Все работает. Если вас, например, кормят, то еда проходит через всю пищеварительную систему и покидает тело. Сердце работает. Работают легкие. Все работает в вашем теле, тогда что есть кома? А на самом деле в коме вы выходите из своего тела. Вы выходите из своего тела. То, что вы видите во сне как себя, оно выходит из этого тела. Но до того, как человек впадает в кому, и когда он выходит из тела, например, астральное тело, между физическим телом и астральным телом остается связь или нить. и они находятся в связи друг с другом. Но астральное тело не знает, как путешествовать и вернуться обратно. И в этот момент работает звук мантры. А звук – это корень всего существования. И звук мантры создает импульс. И этот импульс, он втягивает вас обратно в тело, возвращает. И я понимаю, что это сложновато понять, но мантры необходимы для того, чтобы вернуть вас обратно в тело. Это произошло со мной, когда я практиковал. Поэтому я делюсь с вами тем, что иметь мантру в своей жизни – это очень-очень важно. И даже если вы впадаете в кому, и у вас есть мантра, вы сознательно, осознанно можете вернуться в тело. Потому что для нас, людей вокруг, этот человек ничего не делает, он не двигается, не производит никаких действий. Но я лично разговаривал с людьми, которые пережили состояние комы. И я сам был в духовной коме какое-то время. Вы можете видеть все, что происходит. Вы просто не понимаете, как вам обратно в тело вернуться. Поэтому мантра работает как ключ. Хорошо? Хорошо? Вопрос в том, что вы всегда говорите про чувства и про эмоции, и что необходимо их разделять. Что есть чувства и что есть эмоции, и как не путать их друг с другом. Смотрите, эмоции и чувства, они стоят очень близко друг к другу, конечно. Но чувства, они больше на физическом уровне, а эмоции, они больше на ментальном уровне. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что эмоции происходят или случаются иногда без причины. Без физической причины. Но чувства, в них всегда есть физическая причина. И чувства, они никогда не могут быть без физической причины. Когда вы что-то съедите, вы почувствуете что-то. А когда вы посмотрите, вы можете испытать какое-то чувство. Когда вы дотрагиваетесь, вы чувствуете что-то. Когда вы делаете что-то, у вас возникают какие-то чувства. Но эмоции могут случаться без ваших физических действий и без работы органов чувств. Они могут просто пройти из ума. Вы думаете о чем-то, и вы чувствуете себя счастливым. Вы думаете о чем-то, и вы становитесь грустным. Вы сидите в том же месте, и ничего не изменилось. Но вы думаете, и это происходит. Эмоции и чувства, а в них небольшая разница. Например, вы хотите, и ваш ум хочет. Это разные вещи. Но вы всегда говорите, я хочу. Вы не говорите, мой ум хочет. Обычно ваш ум хочет. Это не вы хотите. Поэтому чувства, они очень физиологичны. И они меняются в зависимости от того, как все меняется вокруг вас. А эмоции, они более тонкие. Они не меняются в соответствии с тем, что происходит вокруг. А бывало с вами, что вы находитесь, например, в каком-то очень грустном окружении. Например, вы на похоронах. И вдруг вы вспоминаете что-то смешное и веселое, начинаете улыбаться и смеяться. А происходило с вами такое? Если не было, то мне сложно сказать. А бывало такое, что вы находитесь на празднике, что все вокруг смеются, танцуют и поют, а вам хочется плакать? Это происходит из-за эмоций. А бывало такое, что все начинают смеяться, и вы начинаете смеяться тоже? А что все начинают плакать, и вы тоже начинаете грустить и плакать? Это происходит из-за чувств. Чувства, они физиологичны. А эмоции, они более ментальны, они связаны с умом. Они связаны с мыслями. Хорошо? Но вы можете отделить свои эмоции от мыслей, и соединиться с чувствами, чтобы увеличить силу чувств. Как это сделать? Как? Это основной вопрос. Очень просто. Когда что-то вас расстраивает, в этот момент разбудите свой интеллект и подумайте об этом. Эта вещь происходит сейчас? Например, у вас есть возлюбленный. И вы понимаете, что в какой-то день он исчезнет. Он или она покинет вас и уйдет. И вы должны сесть и подумать, это происходит сейчас? И если вы начинаете грустить из-за того, что может произойти в будущем, вы должны вернуться в настоящий момент и подумать, это происходит сейчас? И тогда вы получите ответ, что нет. И скажите себе, что когда это произойдет, тогда вы и подгрустите, а сейчас грустить не имеет смысла. И вы должны включить работу интеллекта, чтобы отделить эмоции от ваших мыслей. И в противном случае, если интеллект не встанет между ними, вы не сможете их разъединить. Потому что до тех пор, пока вы не разделите их с помощью вашего интеллекта, тогда будет невозможно что-то сделать. И поэтому у нас все перемешано, эмоции, чувства и мысли. Хорошо? И вот так вы можете разделить эмоции, мысли, чувства и мысли. А чувства, они не опасны. И эмоции, они не опасны. И мысли, они тоже не опасны. А вот то, как они смешиваются друг с другом, вот это опасно. Если эмоции смешиваются с мыслями, и это происходит не по вашему выбору, то тогда у вас будут проблемы. Хорошо? На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что вы были сегодня с нами. И котик у нас сегодня тоже принял участие. Окей, so, see you tomorrow. Увидимся завтра. Ом, сарвей бхаванту сухина, сарвей санту нирамая, сарвей бхадрани бхашенту, ма ка шри духу бхагваве, ом шанти, шанти, шанти. И тридцатого мы хотим организовать праздник по поводу Дня Рождения Кришны. Будем петь, танцевать, есть. И те, кто хочет приходить, я всех-всех приглашаю. Если вы не сможете физически прийти, приходите к нам онлайн. И танцуйте у себя в комнате. Но прасад придется готовить самим. Спасибо.